здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 17 апреля и очередная поездка на дачу в начале любого сезона на дачу всегда переводится все необходимое оборудование и материалы в этот раз эта бочка были опасения и долгие думы как ее перевести но оказалось все влезает в гранту лифтбэк без проблем раскладываем задние сиденья все все влезает все закрылось все поехали мы прибыли на место благо видео позволяет нам телепортироваться а не тратить полтора часа на поездку тут еще много где лежит снег сегодня погода просто прекрасная солнышко тепло очень здорово так здесь у нас уже вылазит нарциссы появляются первые стрелочки солнышко побуждает их тянуться вверх а это у нас плантация тюльпанов но это уже чесночок чеснок очень полезная вещь поэтому его обязательно выращиваем на участке без него никак посмотрим что у нас здесь здесь кто-то или мыши или крысы нарыли себе ходов очень плохо надо избавляться от них на участке потому что они будут подъедать корни растений причем не только цветов но и картошку многие травки уже позеленели ну чтож подготавливаем теплицу к сезону для начала надо снять крышу крышу уже как мы говорили в прошлом видео ссылочка на него вверху экрана уже девять лет тут конечно подошла бы музыка банихила в общем все мы разобрали теплицу вот так вот она выглядит изнутри такое вот небо голубое как тоже поется в одной из песен старые профлисты мы сложили в конец участка а это у нас силостная яма прошу обратить внимание состоит из трех частей это ваша была ротация соответственно в первое отделение мы будем загружать в этом году в среднем отделении это уже перегной второго года последнем отделении гниет прошлогодняя трава а вот это интересное растение это бересклет крылатый сейчас он особо ничем не выделяется кроме интересной структуры стеблей а вот осенью он ярко выраженную красными листьями выбивается из общей картины и смотрится очень красиво всего сажает именно как декоративный куст он не более 18 метров в высоту позволяет внести яркость ваш ландшафтный дизайн такие у него интересные веточки эти как лепестки крылья поэтому она называется крылатый гиацин ты тоже пробиваются на поверхность а это растение про него мы рассказывали в прошлый раз это сам шит ну чтож температура к середине дня уже достаточно разогрелась по вылазили различные насекомые давайте просто посмотрим на них на всех летающих и и Весеннее солнце. Немножко также прогрела воду в лужах. Водоплавающие насекомые тоже ожили, повылазили из своих норок. Весна уже подходит к своему расцвету, растения готовятся распустить почки. На этом наше видео заканчивается. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго!